Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, кто смотрит нашу рубрику «Вопросы до Влатова». Спасибо, что смотрите рубрику «Вопросы до Влатова». Мы начали активно уже отвечать на все вопросы, которые к нам приходят, так что, чтобы поддерживать вас, чтобы у нас была возможность взаимосвязать с вами, чтобы мы могли общаться с вами на постоянном основе. Рубрика «Вопросы до Влатова» существует, выполняет огромную миссию, потому что есть сейчас люди, которые у них не по карману оплачивают часовые консультации и так далее, ходят в дорогих консультациях, соответственно. Но у них есть один-два вопроса, может быть, это займет 10 минут или 5 минут. Потом есть такие люди, огромное количество людей. Поэтому мы рубрику «Вопросы от Влатова» ведем для того, чтобы быть полезным для вас и дать вам полезные советы, актуальные советы, которые касаются личной вашей ситуации прямо сейчас. Здравствуйте, уважаемый наставник, меня зовут Ахмат. У меня к вам два вопроса. Первый – за сколько лет можно воспитать в себе мышление миллионера? Второй вопрос – что случится, если не делать то, чего так сильно хочется? Давайте сначала отвечу по одному. Первый – за сколько лет можно воспитать в себе мышление миллионера? Это займет больше трех лет. Это займет больше трех лет. Есть в двух случаях вы можете себе воспитать мышление миллионера. Первый – вам надо найти наставника, который миллионер, и ежемесячно с ним встречаться. Стабильно ежемесячно с ним встречаться, или быть в его кругу, часто общаться с ним и так далее. Это первый момент. Второй – чтобы он давал вам задание, а вы исполняли это его задание. Это первый способ. Второй способ – попасть в кругу, где люди бизнес-ориентированные, у них есть мышление богатого человека, и они постоянно думают о бизнесе, постоянно развиваются, и постоянно стремятся и так далее. Фокусируйтесь на том, чтобы найти среду. Именно среда нужна, понимаете? Очень важна среда. Среда, где есть много успешных людей, много богатых людей, много людей, которые бизнес-ориентированные, и когда вы находите в этой среде, вы быстро растете, вы быстро развиваетесь, вы станете очень умным человеком, поэтому надо обязательно в порядке, чтобы вы нашли такую среду. Среда сильнее, чем сила воли. Например, если долго общаешься с спортсменом, ты не заметишь, как сам начнешь заниматься спортом. Если долго общаешься с людьми, которые читают книги, ты начнешь читать книги. Если ты долго общаешься, скажем, с людьми, которые занимаются, скажем, то есть религиозными людьми, скажем, ты начнешь интересоваться религией, поэтому, или если с политиками дольше общаешься, ты начнешь интересоваться политикой, поэтому среда очень сильно влияет на вас. Поэтому хотите мышление миллионера иметь, найдите кругу, где есть много миллионеров. Второй вопрос, что случится, если не делать то, чего тебе так сильно хочется? Ты делай то, что надо. Не всегда то, что ты хочешь, оно является то, что надо. Например, иногда тебе охота долго спать, иногда хочется там, не знаю, долго гулять, долго там расслабиться, бездельничать и так далее. Долго люди развлечением занимаются и так далее. Это то, что многие хотят и так далее. Вы должны заниматься то, что приближает вас к цели жизни. Но позвольте в себе быть реализованными, выберите себе направление, которое позволяет вам раскрыть тот талант, который Богом дано. И живите этим, и позвольте себе этим стать, позвольте этим быть. Поэтому делите то, что приближает вас к вашей цели жизни. Тогда у вас будет прекрасная жизнь, счастливая жизнь и так далее. И мотивация вам не нужна, потому что вы живете в жизни, и вы будете постоянно вдохновлены. Каждое ваше действие привезет вас к вашей мечте или приближает вас к этому. Поэтому делайте то, что надо, жизнь становится легкой. Делайте то, что хочешь. Иногда жизнь становится сложной. Поэтому мой совет к вам такой. Всегда выберите цель, а для того, чтобы получиться эта цель, это то, что ты хочешь по-настоящему, какую жизнь ты хочешь. Выберите цель, формируйте желание на цель, чтобы она была измерима, понятна, ясна и так далее. А потом делайте то, что надо, чтобы эта цель была осуществима. Делайте то, что надо, чтобы эта цель реализовалась. Следующий вопрос. Здравствуйте, Адмират Довлатов. Занимались ли вы трейдингом? Как вы думаете, можно ли заниматься этим и выгодно ли это? Я не занимался трейдингом, но у меня есть ученик, который занимается этим. Он у меня индивидуально учился. Сейчас он дошел до уровня миллионера. Он за год, с апреля месяца 2020 по апрель месяца 2021 года, за год учеба у нас индивидуальная. Он заработал миллион двадцать три тысячи долларов. Поэтому его зовут Умеджон. Посмотрите, скоро выходит наша совместная книга. Называется «Я инвестор». Можете с ним поговорить по этому поводу или приписываться с ним по этому поводу? Скорее, вы найдете вам ответ во многих ваших вопросах. Я не занимался трейдингом, но самое главное, что мои знания, стратегические знания, которые я обучаю людей, и ему очень хорошо помогли. Так что вы можете использовать наши знания на это направление. Здравствуйте, я сейчас в долгах. Я эти деньги физически трудом не смогу вернуть. Это точно. У меня в Таджикистане был магазин, женской одежды и товары для новорожденных. Но не пошло. В торговле все закрыл. Приехал в Москву, хочу брать кредит, заняться теплицей, помидорами, огурцами. Но я никогда не занимался парниками. Мне очень нужен ваш совет. Может, у вас есть другие варианты? Спасибо большое. Здравствуйте, дорогой мой. Если вы никогда не занимались парниками, и вы не понимаете, как от него выращивать деньги, то есть зарабатывать деньги, выращивать помидоры или огурцы, поверьте моим словам, кредитами это делать в никаком случае нельзя. Если вы это делите кредитами, вы еще одну проблему загоняете ко второй проблеме. У вас будет тройная проблема, двойная-тройная проблема. А я вам скажу вот, что надо делать. Если вы хотите, главное, зарабатывать, не обязательно вам делать теплицей. Займитесь торговлей. Займитесь торговлей. Просто берите товар под реализацию у кого-то знакомого, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и продавайте. Берите, продавайте, берите, продавайте. Торговля намного быстрее. Да, везде идет затоварование. Но вы можете продавать тот товар, который хорошо понимаете. Просто в торговле вы можете найти небольшие партии товара, под реализацию, договариваться у заинтересованных лиц, у того, кто ваши поставщики, и продавать, и вернуть деньги. Брат, продавать, вернуть деньги. Брат, продавать, вернуть деньги. Делай это несколько раз, и постепенно, постепенно, потихонечку у вас появится свои собственные деньги. Но вы должны понимать, не надо брать много. Берите только то, что можете продать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Поэтому это первый мой совет. Это вам было бы дешевле и выгодно вам. Второе. Если вы очень хотите заниматься теплицами и так далее, овощи, фрукты, помидоры, огурцы, тогда идите, находите разные тепличные комплексы. У них товар берите, продавайте. Хорики в ресторанах, магазинах и так далее. Берите в тепличных комплексах и возите, продавайте хорики. Это рестораны, магазины и так далее, ретели и так далее. Возите туда, продавайте по чуть-чуть, чтобы научиться, как торговать на это. А потом, попозже, когда вы научите хорошо, как торговать, как зарабатывать на это, вы можете тогда делать следующие шаги. Тогда вы можете брать партнера, которые могут строить теплицы и так далее, а вы ему говорите, ты вращивай, а я продам. Ты вращивай своими деньгами, сам построй, а я могу твой не этот товар продавать хорошо, чтобы тебе было выгодно и нам выгодно. Таким образом вы можете постепенно, постепенно расти. То есть сначала создайте рынок, сначала научитесь продавать этот продукт, потом займитесь производством. Пожалуйста, повторю, сначала рынок, потом производство. Поэтому, когда вы умеете продавать этот продукт, этот товар и зарабатывать на него, тогда производить его намного проще и легче. Вы можете потом найти партнера инвесторов, которые могут вкладывать деньги на это, на производство. То есть строят они эти теплицы. Тогда вам будет проще, потому что вы показываете им прибыль, сколько можно зарабатывать на это. Здравствуйте, меня зовут Жилдес. Год назад у меня было швейное производство. Я банкротилась. Сейчас начинаю все заново, но у меня ничего не получается. Я не знаю, что делать. Не могу думать, не могу спать. Не получается сконцентрироваться. Нет человека, у кого можно спросить совета, что делать. Вот хорошо, что вы задавали вопрос, рубрика вопросов, это Владово. Это же уже есть возможность, что делать, правильно? Это же уже начало ваших успехов. То, что вы задаете вопрос, это вы совершаете какое-то действие. Вы уже начали совершать какое-то действие на встрече к своей цели. Это очень хорошо, это начало. Вот, поэтому у меня к вам такой вопрос, Жилдес. То есть такое предложение. Если вы должны анализировать, что у вас хорошо получается, что у вас хорошо получается, вообще три способа, как разбогатеть, как зарабатывать деньги. Если вы в дальний момент видите, что у вас ничего не получается, первое, с чего вам надо начинать. Первое, анализируйте в дальний момент, что востребовано на данном этапе, что востребовано у людей вокруг вас, на рынке и так далее. Второе, изучайте этого, изучайте этого, научитесь это делать хорошо, постепенно на профессиональном уровне. А третье, предлагайте это рынку. Это все первая методика. Три шага, первая методика. Вторая методика, изучайте проблемы людей. Много проблем, 3, 5, 10 разных вариантов проблем. Боль, нужда людей. А потом посмотрите, какой из этих проблем, например, 10 вариантов распишите, какой из этих проблем вы могли бы легко решать и профессионально решать. Выберите одно и решите. Тогда вы разбогатеете. Понимаете, мой совет к вам, если вы в дальний момент не знаете, чем заниматься и так далее. Первый раз, почему вы банкротились? Потому что вы, скорее всего, делали то, что вы не понимали. Или делали то, что у вас не было профессионального знания. Помните, где человек делит бизнес без информации, без соответствующих знаний, он обязательно терпит ошибки. А ошибки стоят деньги. В начальном пути они обойдутся дорого, а потом у тебя уже ты одну попытку сделал, потерял. Вторую попытку делаешь, уже потерял. Третью попытку уже потерял. Два, три, четыре раза не получается, а за все эти попытки ты платил деньги. За все из них ты уже потерял деньги. Соответственно, ты начинаешь уже бояться делать еще один новый шаг. Потому что уже иногда бывает денег нет, чтобы дальше делать еще новый попиток. Поэтому вот мой совет к вам такой. Сначала из тех направлений, которые я говорил, сами удобнее. Я думаю, что найдите какую-то новую проблему людей, посмотрите, что из них вы хорошо могли бы решать. И то сразу не начинайте свой бизнес. Идите в этой сфере работайте немножко, чтобы изнутри понимать клиента, изнутри понимать продукт и так далее. Когда у вас будет больше информации, у вас уверенность растет, самооценка растет. Только тогда начните собственный бизнес. Но если у вас низкая самооценка и уверенность не очень нет, лучше не делайте, не откройте собственный бизнес. Просто идите работайте где-то в этой сфере, чтобы больше накопить навыков и умений. Поверьте мне, сколько платят, не важно. Важно, что это опыт накопили. Поверьте моим словам, это стоит больше, чем деньги. Зато вы экономите свою жизнь от кучи ошибок и многих проблем. Вот что я вам пожелаю. А то, что в дальний момент в голове ничего не происходит, не можете спать и так далее. Ну, конечно, понятно, вы попали ниже нормы. Найдите мою книгу «Как стать миллионером территории СНГ». Внимательно изучайте, как вытащить себя из этого состояния. Там есть формула, как поднимать себя выше нормы. Вам надо этим заниматься. Помните, что если вы эмоционально находитесь в состоянии выгорания, депрессии, сомнения, страха, соответственно, ваш мозг не может видеть, он не дает вам ключевые решения, он не может давать вам хорошие решения. Ваш мозг уже не работает на том поле мощности, как должно быть, поэтому у вас будут море проблем. Поэтому даже решение, которое вы принимаете, это приведет к новой проблеме. То есть вы хотите решать задачу, а в итоге получаете новые проблемы. Поэтому я вам рекомендую, найдите книгу «Как стать миллионером территории СНГ». Я по-подробному очень много формул там давал. Изучайте их, это вам даст очень большой результат. Здравствуйте, я разорившийся предприниматель. Принял решение отдать долги еще до прослушивания вебинара. Вопрос у меня чисто технический. Поскольку долги большие, около 100 миллионов рублей, то мне нужно счет предприятия, чтобы их снова заработать. Но счет заблокирован из-за долгов. И личные предприниматели, то есть и личные долги есть, и компания с долгами. Просить открывать счет других людей, рискованно, они могут не отдать мне заработанные. Просить открыть счет друзей, означает приложить на них ответственность. Когда я выплачу долги, я хочу открыть приют для олигархов, чтобы гарантированно помогать честным людям. Технически заработать деньги. Но как сейчас решить вопрос, этот вопрос мне я не знаю. Очень просто. Вы же, вот на что вы попали в долгах 100 миллионов рублей-то? Вот в этой сфере будете зарабатывать. Вот где вы потеряли деньги, вы там и будете зарабатывать. Потому что, ну если вы лицом к лицу смотрите на ошибки, на страх, идете дальше. Идите просто в этой сфере. Где вы потеряли деньги, в той сфере. Если вы внимательно изучаете, поверьте, ваше богатство в этой сфере. Значит, вы нехватка информации в этой сфере потеряли деньги. Именно нехватка знаний потеряли деньги. Мой совет к вам. Изучайте эту сферу уже профессионально. Потому что вы уже платили 100 миллионов рублей за эту учебу. Зато вы знаете, как не надо делать уже. Если вы пойдете в другую сферу, то же самое будет опять потеря, опять оплата за ошибки, за опыт. Поэтому вы здесь получили опыт уже за 100. Это опыт, который стоит 100 миллионов рублей. Это в дальний момент около 1,5-2 миллиона долларов. И это приличная сумма, понимаете? Поэтому я вам рекомендую. Первая вещь, что делать. Идите работайте в этой сфере. Именно в этой сфере идите работайте. Там, где вы уже потеряли. Потому что уже оплатили за свои ошибки. Это первый момент. Второй момент. То, что вы говорите, что эти деньги без бизнеса невозможно заработать. Это правильно. То есть у вас должна быть компания, которая вы зарабатываете, чтобы вернуть эти долги. Иначе на зарплату 100 миллионов рублей возвратить вы не можете никогда до конца жизни даже. Поэтому то, что вы пишете, что с счет компании заблокирован и так далее, и так далее. Это естественно. С счет компании заблокирован, потому что вы допустили этого. Теперь вам надо уже понимать. У вас есть только один выход. Вы найдете надежного человека, открываете компанию на него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.